коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель сегодня немножко поглубже заглянем в механику возникновения импульсных движений и в частности затронем тему что делать когда цена не идет в пробойную плоскость либо нет реакции на ложный пробой перед тем как поговорить о тех действиях которые необходимо принимать и можно принимать и использовать в трейдинге напомню в те ситуации где мы ожидаем какого-то импульсного движения относительно уровня и в моменты когда цена заходит пробойную плоскость например есть у нас какой-то уровень с историей мы к нему подошли постояли на торговке скопили может быть мелкое поджать и какое-то да либо там широкий диапазон общем пришли к уровню и хотим торговать например пробойную ситуацию что будет вызывать импульсное движение будет работать две силы толкающие первая сила это стоп-лоссы тех кто торгует отскоки от уровней то есть вот пока мы стоим на торговке перед уровнем есть участники которые заходят в отбой и ожидают увидеть обратное движение от уровня стоп-лосс они располагают за уровнем если цена преодолевает уровень и в этот момент те покупатели которые желают торговать дальше будут входить по рынку то это будет наша вторая сила то есть первая сила это стоп-лоссы продавцов а вторая сила это стоп-ордера на покупку байстопа в данном случае покупателей и вот они складываются и получается импульсное движение обратная ситуация когда например мы летим к уровню издалека и ожидаем увидеть ложный пробой цена выходит в пробойную плоскость ну допустим да возьмем там скажем базовые такие самые хорошие условия быстрый подход отсутствие запаса хода например там какая-нибудь на торговка за уровнем общем ходом такие места ну бывает конечно пролетают но чаще будут останавливаться когда можно торговать ложный пробой что в нем происходит при возврате в пред пробойную плоскость мы получаем все то же самое сложение двух сил то есть первая сила это стоп-лоссы тех торопык которые заходят в пробой относительно уровня а свои стоп-лоссы они располагают под уровнем то есть мы возвращаемся и начинаем их цеплять там где одни терпят убытки да они выходят из рынка и стремительно закрывают свои позиции если мы говорим о ложном пробое и выход в лонговую плоскость то покупатели будут закрывать позиции путем совершения продаж по рынку вторая каста и вторая сила это те трейдеры которые торгуют например ложный пробой к числу которых мы будем относить себя мы ждем возврат пред пробойной плоскости и хотим здесь непременно продавать и тоже будем продавать по рынку и вот две силы будут вызывать импульсные движения то есть механика но она базовая стандартная практически для всех ситуаций не говорим там какие-то новостные сильные движения то есть какие-то фундаментальные факторы которые очень сильно тарка толкают цены вверх либо вниз невзирая ни на какие не на торговке не изломы не уровня то есть когда работают новости и огромная масса участников работает в одну сторону то каких-либо преград на пути может просто цена двигаясь не замечать то есть такие условия тоже стремимся избегать как действовать что делать если например мы торгуем пробой и все условия выполнены мы поджались узкая на торговка короткий стоп огромный запас хода до уровня либо дневной это и цена совершает движение но небольшое в этот момент многие да там кто-то пересиживает там цена не идет начинает заваливаться вытаскивать на стоп лосс убыток если цена прошла но до тейка не дошла ранний перевод стопов без убыток без убыток и поехали дальше то есть вот эти вот ситуации и потом попытки где-то там на ходу заскочить потому что мы вроде с направлением верно определились но вот исполнение подвело для того чтобы каким-либо образом воздействовать на ситуацию то есть либо минимизация убытка либо максимизация прибыли необходимо ясное понимание импульсного движения сколько мы копили если мы стояли очень узко вблизи уровня движение будет скорее всего резким но не долгим если мы долго ходили и копили под уровнем там несколько дней неделю месяц и в какой-то момент цена прилипает к уровню то движение вероятно будет подлиннее и вот в таких ситуациях когда мы не стремимся забрать лишь первичный импульс а например там долго стояли в каком-либо накоплении там например ну долго в кавычках да возьмем там ситуацию например весь день стоим перед каким-то уровнем не можем они как пробить но при этом от уровня нас не пускает мы видим такие вот отходы которые каждый последующий мельче предыдущего позицию можно попробовать удержать на подольше если мы при выходе в пробойную плоскость не получаем там развитие стремительного то мы можем действовать несколькими как бы ситуациями до в зависимости от того что мы будем преследовать то есть минимизация убытка первое если мы не совершаем резкого движения цена тут же начинает вкатывать обратно первый и самый действенный способ это что говорится катапультирование по рынку мы просто закрываем свою позицию пусть это будет плюс половинка риска плюс это пусть это будет там плюс один риск полтора неважно не достали мы там заветных 34 к одному цена начинает вкатывать обратно не ждите пока нас вычет на стоп лосс если импульса нет вы вероятно уже не будет дадут ретест будет локальная кать ситуация в продолжение пожалуйста например там начинают вкатывать до уровня не дошли и дают еще одну на торговку уже пробойной плоскости оцениваем запас хода оцениваем запас а то на есть можно пробовать перезаходить опять-таки с локальным стопом нам нужно будет небольшое движение пробовать забирать то есть это раз ситуация другая ситуация это закрытие частичное то есть мы можем сопровождать цену на младшем таймфрейме и в зависимости от того как мы движемся то есть если у нас идет поступательное резкое движение и небольшие откаты можно держать не переживать если мы видим импульс откат потом невозможность обновить и начинает вкатывать обратно к уровню то уже сделка идет не по плану будет ли это более глубокая коррекция с которой мы увидим на перехай мы заранее не знаем такие моменты можно применить следующую методику сокращения убытка и попытка пересидеть это движение мы закрываем позицию на такой объем который обеспечит условный безубыток в случае если нас вытащат на стоп лосс то есть например мы там сделали движение для там возьмем например евро доллар тейк скажем там 45 пунктов 115 пунктов делаем движение и после того как мы прошли скажем там 20 25 пунктов цена начинает вкатывать обратно закройте три четверти позиции либо половинку ну в зависимости от того где мы находимся и как далеко мы отошли от уровня на случай если цена вернется к уровню например на ретест да вот те самые обидные моменты когда выбивает а потом идет а стоп оставьте там где он был изначально то есть мы даем небольшой запас то есть цена может опять таки при тестировании сделать ложный пробой и потом уже уйти таким образом мы на остаток позиции то есть мы там условно закрыли там полтора два риска профита уже плюс оставили часть позиции на подержать если не будет точки для перезахода если но не не будет благоприятной ситуации мы остатком позиции можем попробовать посидеть подальше то есть сохраняем позицию в сделке дату сделку не закрываем третья ситуация третья методика как можно поступать если мы выходим в пробойную плоскость и также не получаем какого-то развития цена начинает возвращаться можно точно также часть фиксировать стоп перетаскивать без убыток то есть стандартные условия это просто стоп без убыток и вот тогда мы отдаем все и потом может не быть точки на перезаход но если мы частично фиксируем то такая ситуация на дистанции может также складываться в плюс нужно обязательно статистика для того чтобы посмотреть применение различных методов да там например для пробойных сделать там если не идет то я делаю следующим там сокращаю позицию на три четверти либо на половину стоп оставляю там где он стоял если нас вкатывают обратно на стоп лосс я уже ничего не теряю то есть меня условно без убыток если цена продолжает движение я высиживаю в этом движении но половинка позиции и используем только это просто совершите там 10 15 20 сделок и вот там где будут такие условия выполняться просто посмотрите на профит нас таких ситуаций то есть если я делаю так а цена потом например там на ретест не приходит до уровня не достает но если мы перетащили в без убыток мы бы отдали всю позицию но если цена все-таки движется дальше то пусть это будет не на полный объем но опять-таки профит пусть этой сделки будет не три к одному а там условно два к одному полтора риска в копилку и вот таким образом мы не отдаем в рынок обратное движение то есть при импульсных движениях вообще при пробойных сделках старайтесь не отдавать в рынок больше 25-30 процентов движения то есть там условно выскочили на 30 пунктов стоп можно но условный до на плюс 20 здесь конечно нужно проявить дисциплину и в момент когда цена пересекает наш виртуальный стоп лосс и необходимо закрыться не сидеть не там ванговать график на пойдет она там дальше не пойдет закрылись и все убирайте чувство неполучной прибыли вот эти вот все вещи и проще нужно относиться зафиксировали в понятной для нас ситуации небольшую копеечку да в какие-то моменты может показаться если какие-то совсем узкие на торговочке ли поджать и это будет больше походить на такие сделки как скальпинг но опять-таки на дистанции лучше зарабатывать там с 10 делок сделок лишний риск там полтора риска профита чем отдавать обратно все в рынок в наилучшем до сценарии в наихудшем это получать дополнительные стоп лоссы в ситуациях когда можно было забрать хоть сколько-то пробуйте применять и посмотрите как будет изменяться доходность до не исключены ситуации когда цена например вкатывает обратно к уровню не цепляет стоп лосс и затем происходит движение то есть здесь ну опять таки вторичные вот эти движения после ретестов они тоже имеют место быть там действуют свои силы там условно закрываются обычные позиции в ноль либо в около 0 что в свою очередь то есть здесь кто продавал начинает терять средства и при возврате к условной точке открытия в около 0 либо в небольшой минус точно также закрывает свою обучение позиции и мы можем видеть формирование зеркальной плоскости то есть три теста механика схожая но чуточку отличается задача именно вот в этом движении обратном к уровню не отдавать применяйте используйте стоп лосс обязательно и не отдавайте бумажную прибыль в рынок все всем удачи пока пока